Итак, мы с вами в студии проекта подробностей. Олег Евгеньевич Адрешкин, обещанный уже мною зрителям. Олег Евгеньевич, с вас информация об этой вот международной встрече, потому что вопросы обсуждались чрезвычайно серьезно и не случайно. Съехались туда специалисты, если не со всей планеты, то есть у очень многих стран. Итак, вопросы такие. Обсуждение каких механизмов по снижению спроса на наркотики проходило на форуме? То есть что главным образом обсуждались? У нас, наверное, с иностранцами во многом общие проблемы. 24 апреля текущего года в городе Москве состоялся экспертный совет с участием представителей международных государств по вопросу декриминализации молодежной среды через сокращение спроса на наркотики путем реализации программ по реабилитации и ресоциализации. Вот такое длинное название. Мощное, да. Во-первых, для чего проводился этот экспертный совет? Он проводился в преддверии встречи глав министерств антинародных ведомств различных государств, которые планируются к проведению в мае текущего года в городе Москве. Поэтому заседание этого экспертного совета на свою повестку дня вынесло ряд актуальнейших вопросов по линии реабилитации и ресоциализации наркозависимых, резолюция которого, предполагается, будет рассмотрена уже главами министерств этих ведомств, которые, в свою очередь, уже примут ряд решений нормативно-правого характера. В основном, основной повесткой дня этого заседания экспертного совета рассматривались механизмы создания условий для формирования международной системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В различных государствах речь шла именно о создании международных условий для реализации этой системы как единого целого во многих странах мира. Поскольку с проблемой наркопотребления и с проблемой лечения и последующей реабилитации наркозависимых сталкивается практически большинство современных государств на всей планете. Зрителям надо, наверное, просто объяснить, что не только вылечить или лечить можно человека, наркопотребителя, как говорится, но его надо и в общество обратно вернуть, чтобы он там себя чувствовал более-менее нормальным членом общества. А не так, чтобы каким-то изгоем и вновь снова начинать вести такой... Совершенно верно. В этом и важность тех мероприятий, которые необходимо проводить с лицами, потребляющими наркотиками, которые уже даже прошли медицинское лечение. Поскольку даже в соответствии с определением, которое дано госстандартам Российской Федерации в июле 2013 года, что такое реабилитационные социальные услуги в отношении лиц, которые потребляли наркотические средства. Это целый комплекс услуг. Это и медицинские, психологические, педагогические, воспитательные меры, социально-психотерапевтические и иные меры различного комплекса, которые направлены на работу с лицами для восстановления их физического, духовного, нравственного и социального состояния и здоровья. Для того, чтобы этих лиц вывести из состояния патологической зависимости от употребления наркотиков, переформатировать их сознание и вернуть в общество с пониманием необходимости ведения здорового образа жизни. Вот это такой целый комплекс, или, как выразились некоторые эксперты на этом совете, мультипликационный комплекс различных услуг и различных мероприятий, которые необходимо проводить с лицами для их возврата в общество полноценными здоровыми гражданами. Обожнейшая задача, конечно, главная задача. Если бы это удавалось, то тогда сколько бы вопросов снялось обратно, рецидивов и так далее. Ну, теперь, какие мировые тенденции развития современной наркоситуации отмечалось на форуме? Потому что говорили не только вот об этом, а говорили о том, что грозит, откуда ждать удара, как говорится. Я узнаю, итальянцы очень интересно, что-то говорили о синтетических наркотиках. Да, совершенно верно. В ходе экспертного совета выступали представители различных государств. Более того, выступали не только представители государств, но и представители различных международных организаций, таких как ШОСО, ДКБ. БРИКС, Управление по наркотикам преступности, Организации Объединенных Наций. И, что немаловажно, выступали именно эксперты, которые работают в этих организациях. В частности, профессор Джилберто Джерра, представитель ОНП Организации Объединенных Наций, который является высокопрофессиональным экспертом по линии работы с лицами, потребляющими наркотиками, по линии изучения последствий потребления наркотиков, он выступил с докладом о последних экспертных исследованиях, которые были проведены международными специалистами, о том вреде, который наносят, к сожалению, ставшие хорошо известными на сегодняшний день, синтетические и полусинтетические наркотики, наркотические средства. Это последний такой нарковызов, наркоугроза, которая брошена наркопреступностью современному сообществу. В частности, Джилберто Джерра привел результаты этих исследований. Наркотические средства этих групп наносят непоправимый вред здоровью человека посредством того, что они меняют фактически функции нейронов головного мозга. Изменение функции нейронов головного мозга неотвратимо действует на изменение ДНК человека. Вот именно такие последствия. И возникшая в результате этого патология, она записывается на генном уровне у человека. Вот такая связь прослеживается. В результате произошедших изменений человек приобретает психобиологическую уязвимость от психоактивных веществ, получив эти изменения. И что самое страшное в этом причинно-следственном ряде, что возникает генетическая предрасположенность следующих поколений к зависимости от психоактивных веществ. То есть, вновь родившийся человек, который ведет абсолютно здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек, он уже патологически подвержен угрозе зависимости от психоактивных веществ. То есть, в случае случайного, либо по неосторожности их употребления, он подвержен риску приобретения маниакально-депрессивного состояния. Ну, что же, пора, наверное, сказать о том, какие же выводы, какие резолюции были вынесены, чем закончилась встреча. Да, действительно, совет проходил очень бурно, динамично. В ходе, по результатам заседания экспертного совета, был принят итоговый документ. Вот, кстати, готов вам тоже продемонстрировать. В этом итоговом документе нашло свое отражение мнение экспертных оценок, которые были предложены и специалистами, какие меры необходимо предпринять по ликвидации этой угрозы и ее предупреждению. Во-первых, было предложено на международном уровне разработать и утвердить международные стандарты по линии осуществления работы по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Затем разработать и утвердить стандарты по оценке качества этих услуг, которые предоставляются по линии реабилитации и ресоциализации. То есть, утвердить международные критерии оценки качества проводимой работы и результатов мероприятий по комплексной реабилитации. В-третьих, экспертами предложены мероприятия по определению категории граждан, категории граждан, которым априори не допускается употребление наркотиков. Ну, может быть, даже в медицинских целях. Это такие, как дети, подростки, беременные женщины, молодые мужчины, женщины и так далее. То есть, вот такие наиболее подверженные риску, наиболее уязвимые граждане. Затем экспертами было предложено и высказано мнение о том, что необходимо разработать и создать институты по подготовке специалистов в области реабилитации и ресоциализации. Поскольку на сегодняшний день этой работой пытаются заниматься, но различные организации занимаются по своим методам, шаблонам и так далее. Предлагается разработать международные институты по подготовке специалистов в этой области. В частности, на этой экспертной встрече выступал представитель Афганистана, хорошо нам известного наркогосударства практически, которое стало. Так вот, что интересно, и отметили, кстати, представители нашей службы и других государств, когда спросили, какая помощь необходима Афганистану в том, чтобы осуществлять эту работу, он не попросил ни одного рубля, ни одного доллара, ни одной копейки. А он ответил, что нам необходима помощь в подготовке специалистов по линии реабилитации и ресоциализации. Они готовы как организовать учебные места на своей базе, так и готовы выехать в другие государства для того, чтобы их специалисты получили необходимую помощь образовательную в сфере подготовки специалистов. Ну и как заключительное предложение по результатам экспертной встречи было предложено разработать механизмы по международному финансированию деятельности, связанной с организацией реабилитации и ресоциализации. В том числе были высказаны предложения о том, что финансирование этой деятельности должно носить многоканальный характер. То есть финансирование должно осуществляться как из источников частных, из источников бюджета, а также на основе грантовых выплат. Вот предлагались такие механизмы. Еще раз вам большое спасибо. С наступающими вас, кстати, праздниками. Спасибо. Спасибо. Да, и напомню зрителям, что вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин